Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. С высоты птичьего полета. Рязанский школьник покорил свою третью горную вершину. На этот раз он зашел на Эльбрус. Окна вместо железных коробок. Рязанский художник представил свои работы, которые теперь украшают наш город. Уголовный инстинкт. Следователь московского следственного отдела завершили расследование убийства на улице Бирюзова. Рязанский школьник покорил Эльбрус. Вместе с отцом он забрался на гору высотой 5600 метров. До этого парень уже покорил две другие вершины и дважды пытался преодолеть Эльбрус. О том, как альпинист готовился к восхождению, расскажет Валерий Седов. Ох, красота, высота. Дорога уже ровная. Сложных моментов нет. А вон там, впереди, и есть вершина Эльбруса. Чтобы оказаться на вершине Эльбруса, 14-летнему Андрею вместе с отцом пришлось встать в 4.20 утра. Шли не торопясь, силы рассчитали заранее. Попытка эта, кстати, не первая. В прошлом году была неудачная попытка. Развернулись на 5100 метров от того, что сатурация в крови опустилась меньше 70. На плоскости на земле это уже показания к ИВЛ, искусственной вентиляции легких. Поэтому мы остановились, чтобы уже не гробить себя, спустились. В этом году ошибки прошлого восхождения были учтены. В план подъема встроили акклиматизационный выход, чтобы на той же высоте, где в прошлый раз повернули назад, проблем не возникло. Да и день выбрали подходящий по погоде. Ясное солнце, всего минус 2. Несмотря на солнцезащитный крем, даже обгорели. А в 14.10 были на вершине, где победно открыли лимонад. С восхождения на Эльбрус! Это третья вершина, которую покорил Андрей в свои 14 лет. До этого был Глосс Глокнер в Восточных Альпах в 12 и Треглав в 10, высшая точка Словении. Но, по словам юного альпиниста, его послужной список на этом не завершен. Моя цель – это снежный барс России. Это 10 вершин, самая низкая белуха – 4500 с лишним, самый высший Эльбрус. Их 10 вершин, разной категории сложности, вплоть до 5Б. Максимальная сложность – это 6Б в альпинизме. Андрей ходит в горы с 8 лет. И теперь каждый год к восхождению готовится специально. Регулярные тренировки в спортзале, сдачи ГТО. А 3 года назад он стал посещать тренировки по скалолазанию. Пока, правда, они не пригодились. Все вершины, которые покорил Андрей, требовали только выносливости и моральных качеств. В первую очередь Андрей бегает. Плюс делает физическое ОФП. Это всякие физические упражнения, чтобы силовые качества свои улучшить. Мотивация у него очень сильная, потому что он очень много дополнительно сам занимается дома. Благодаря этому он развил как и физические свои навыки, так и морально-волевые. На каждую покоренную им вершину Андрей устанавливал флаг своей 55-й рязанской школы. Если приглядеться, то на полотнище можно увидеть и печати о восхождении. Разряда по альпинизму у парня пока нет. Не дают его в России, не достигшем 16-летия. Однако страсть к горам документальное отсутствие квалификации не убавляет. Да и как в горы не влюбиться? Тренер говорит, что это удел романтиков. Почему горы? Красиво, хорошо, романтично, классно. Вместе с отцом Андрей дошел до вершины Эльбруса без какого-либо допинга. Обычно этим грешат альпинисты, о которых можно говорить только с использованием кавычек. Есть и другой лайфхак. Это ратраки. Транспорт на подобии тракторов. Людей сажают в кузов и везут на вершину. Но рязанцы забрались честно. На своих двоих. Ведь, по словам Андрея, нет ничего лучше того счастья, которое испытываешь, покорив одну из наивысших точек России. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Андрей Николай, до сих... Стрит-арт, уличное искусство. Отличительной особенностью которого является ярко выраженный характер. В Рязани распределительные коммуникационные шкафы стали объектами художников. Главная тема рисунков – окна Рязани, как это было. Совсем недавно на улицах нашего города стали появляться вот такие расписанные телекоммуникационные шкафы. Это проект под названием «Окна Рязани, как это было». Горожане уже вовсю оценили новую достопримечательность. Эти резные окна в прошлое – совместный проект рязанских художников и управления культурой администрации. На каждом рисунке наличники существующих или уже утраченных деревянных домов. А в импровизированном проеме – виды нашего края. В проекте еще два, кроме тех, которые делаются еще. Хочется, конечно, больше сделать, потому что город у нас можно преображать и преображать и очень долго. Но тут все зависит, во-первых, от погоды, потому что в октябре это просто делать будет бессмысленно. Краска далеко не вся нормально ложится на поверхность. Потом по весне она просто будет слазить, как ее не защищай. Поэтому сейчас успеем до холодов сделать, что можем, а потом уже посмотрим. Первые арт-объекты уже украсили улицы Свободы и Садовую. Любопытно, что прохожие, кажется, даже не обращают внимания на эти уличные уазисы старины. Радущими глаз они стали по нашей подсказке. Это как-то прошлое. И Рязань как-то преображается с этим. Не просто какие-то бетонные штучки стоят. Как может мне нравиться, когда улицы города так красиво украшены. Конечно, нравится. А видели какие-нибудь другие произведения? Нет, вот если бы вы не сказали, я бы внимания не обратила. Но это очень красиво. Обращайте внимание, их уже много, достаточно. Спасибо. Такой вид уличного искусства становится все более популярным. За судьбой разрисованных шкафов художники и активисты следят внимательно. Бывали уже такие случаи, но я даже их не афиширую, о них не рассказываю. Я надеюсь очень, что просто рязанцы как-то отнесутся к этому с пониманием. Потому что это работа для них, это преображение для них. И я надеюсь, что это просто будет радовать глаз и не будут портить труд художников. Чем больше в городе будет качественного стрит-арта, тем лучше. Так считают рязанские художники и добавляют, так город преобразится и станет краше. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». С 11 по 15 сентября в нашем городе пройдет 18-й фестиваль кукольных театров «Рязанские смотрины». За годы его существования в Рязани сыграно более 500 спектаклей. В фестивале участвовали театры со всей планеты. В этом году биеннале в честь цифры 18 будет отличаться большой долей спектаклей для взрослых. Подробнее о программе рассказали на пресс-конференции накануне старта мероприятий. Несмотря на то, что фестиваль 18-й, впервые он состоялся 32 года назад. С тех пор поучаствовать в нем приезжали кукольники из США и Австралии, Японии и Аргентины. Практически всех стран Европы, а также Израиля, Ирана и ЮАР. В этот раз, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в мире, география участников все равно широка. Изюминкой, например, станет результат работы Международной школы-лаборатории для молодых артистов с названием «Луна для всех одна». Это будет спектакль «Тихая песнь Луны». Два года назад нам удалось собрать участников этого проекта со всех континентов. В этом году ситуация сложнее, но мы решили, что этот проект обязательно должен существовать и продолжать свою жизнь. Поэтому мы будем стараться, что раз в два года собирать этот проект. В этом году в проекте принимают участие Луис, Париса, также у нас Роман из Донецка и российские участники Полина из Новосибирска, Александра из Кургана. В спектакле фестиваля пройдут на пяти сценических площадках – на малой и большой сцене театра кукол, на малой сцене театра драма, на сценах театра юного зрителя и областной филармонии. Программа уже утверждена – многие спектакли рассчитаны на зрителей постарше и, скорее всего, заставят подумать. Когда собирается фестиваль, раньше я всегда считал, если есть каких-то два-три спектакля необычных по форме, вызывающие дискуссии, споры, это уже замечательно и можно считать, что фестиваль состоялся. Если вы посмотрите на нынешнюю программу и посмотрите фестивальные спектакли, то тут окажется этих спектаклей гораздо-гораздо больше, которые могут принести для вас какое-то неожиданное впечатление. Фестиваль традиционно не имеет конкурсной основы. Абсолютно все участники получат именные дипломы, гравюры и призы с изображением Петрушки, а также, как известно, счастливый билет. Давно замечено, что, пройдя рязанские смотрины, театр вскоре становится лауреатом «Золотой маски». Марин Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В московском межрайонном следственном отделе завершено очередное расследование уголовного дела по факту убийства. Алкогольная вечеринка закончилась смертью одного из участников. Причем обвиняемый в его гибели рецидивист со стажем. Подробности далее. Я ударил раз в нос. Правой рукой? Да. Еще раз. Покажите, задержите руку. Так, мильно? Да. С развороту? С размаху? Как? Ну, так не получится мне показать. Ну, я образно. Вы мне скажите, как? Стань сюда, пожалуйста. Не обязательно. Просто задержите руку, предоставите, задержите. То есть с развороту, да? Ударили. Ну, как разорвало. Как бьет боксер, так и я и бьет. Хорошо. Хорошо. Вот, на что он попятился на эту дверь. Вот так, что-то заковырялся и упал сюда. Обычный алкогольный вечер, обычно в таких случаях бытовой конфликт. Ну, ударил раз, с кем не бывает. Ну, два. Но своего собутыльника, по версии следствия, этот мужчина избивал весь вечер. Бил методично, со знанием дела. И удерживали его ногами? Ну, я вот так, чтобы он не упал никуда. Мне просто, вроде, знаете, у меня двухуяк в ситуации. Либо ногу отпустить, чтобы он перевернулся. Тогда бы его нос вошел вообще вовнутрь. А так я, ну, на нервах и плюс вот это спиртное все. Оно как-то все скопилось. И получилось так, что мы, ну, до этого два раза, да, ну, раза четыре, короче, его ногу вот так вот сходил. Перелом ребер, перелом основания черепа, трагический итог гулянки. Мотив – оскорбление матери. После того, как потерпевший потерял сознание, комнатный боксер выволок его в общий коридор, где тело и обнаружили полицейские. Все произошло при свидетелях. Свидетели давали одни показания, а подозреваемый механизм пояснял совершенно другой. Что непосредственно и он пытался продемонстрировать на проверке показаний на месте. Обстановку в квартире немножко иначе описывал, как оно было. Говорил про несуществующие предметы. Потом рассказывал количество нанесенных ударов. Что, естественно, было опровержено экспертизой полученной. Понятно, что верить тому, что говорил обвиняемый, до получения официальных данных о характере смерти, следователи не торопились. Да и можно ли верить на слово человеку, ранее уже отсидевшему за убийство и разбой? Экспертиза все расставила по своим местам. По четвертой части 111 статьи Уголовного кодекса обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. С учетом рецидива эта цифра, скорее всего, и будет ориентиром для стороны обвинения. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Осенняя охота стартовала в регионе в третью субботу августа и продлится до ноября. В этом сезоне охотиться приходится по новым правилам. Что именно поменялось, рассказали в Министерстве природопользования Рязанской области. С августа в России вступили в силу поправки в федеральные законы о животном мире и об охоте. Они допускают добычу редких животных в так называемых исключительных случаях. Поправки исключают положение, которое запрещало любые виды охоты на млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу. Пять особых случаев – это устранение угрозы жизни человека, защита от массовых заболеваний сельхозрительных и других домашних животных, так и обеспечение традиционного угроза жизни коренных малозначительных народов Севера. С начала 2021 года действуют и другие изменения в правилах охоты. Они касаются коллективной охоты, применения нарезного оружия, световых приборов и тепловизоров, а также направлены на борьбу с браконьерством. Все участники коллективной охоты в случае осуществления загона обязаны носить светоотражающий жилет. Также внесены были пункт четвертый правил охоты – это то, что нахождение в охотничьих угодник с орудиями охоты, с собаками, охотничьи породы ловчими птицами, поравниваются к охоте. Но это как бы в правилах охоты на общество. В нашем законе об охоте, 209-м федеральном законе, данный пункт уже был давно, он с 2009 года. В правила добавились два новых пункта. Первый дает четкое определение охоте. Это деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов или добычей, первичной переработкой и транспортировкой. Второй приравнивает к охоте любое нахождение в угодьях с орудиями и продукцией охоты, собаками, охотничьих пород и ловчими птицами. Кроме прочего, введены ограничения на калибр нарезного оружия. Осенний сезон в нашем регионе – это в основном охота на птиц. И ограничения касаются только количества добытых особей. В данный сезон, скажем так, 2021 года, летняя осенняя охота у нас идет на водоплавающую, боровую, стекную и пылевую дичь. Оно продлится с 3 субботы августа по 30 ноября. Соответственно, боровую дичь будет до 31 декабря 2021 года. Новые правила запрещают охоту на птиц с применением оружия с нарезным стволом. Категорически запрещено применение любых световых устройств для добычи птиц. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова